Отец Асанджа рассказал о состоянии сына в тюрьме. Отец Асанджа рассказал о состоянии сына в тюрьме 6.4.30 января 2020 года, обновлено 6.32.30 января 2020 года, РИА Новости, Джастин Гриффитс Уильямс, плакаты у магистратского суда Лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя. Викиликс, Джулиана Асанджа, РИА Новости, Джастин Гриффитс Уильямс, плакаты у магистратского суда Лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя. Викиликс, Джулиана Асанджа, архивное фото Лондон, 30 января новости. Отец основателя Викиликс, Джулиана Асанджа Джон Шиптон заявил в интервью, что у заключенных британской тюрьмы строгого режима Билмарш больше порядочности, чем у правительств четырех стран. Подтвердив, что слышал о том, что его сына недавно перевели из одиночной камеры благодаря усилиям адвокатов и троих заключенных, Шиптон сказал, «Это удивительно, что у заключенных больше порядочности, чем у четырех правительств, Великобритании, Швеции, Австралии и США. Заключенные подают прошение о переводе Джулиана из одиночной камеры в компанию. Это потрясающе!» 22 ноября 2019 года, 1859. Отец Асанджа опасается, что его сын умрет в американской тюрьме. Шиптон рассказал, что около трех недель назад звонил супруге одного из спросителей и благодарил за поддержку, оказанную Асанджу. Интервью было записано в поезде, по дороге в Билмарш, где у Шиптона была назначена встреча с сыном. За последние годы отец Асанджа летал из Австралии в Великобританию порядка 30 раз. В последний раз он виделся с сыном около восьми недель назад. Состояние Асанджа он написал как «плачевное». «Весьма плачевное. Диагноз Мельцера, специальный докладчик ООН по пыткам Нельс Мельцерет и врачей 160 врачей, их диагноз довольно точный», – сказал он. Рассказывая о тогдашней беседе, Шиптон отметил, что немалая часть его разговоров с сыном посвящена житейским, бытовым темам. «Вообще, за последние десять лет у нас обоих развилась любовь к сплетням, поскольку изоляция Джулиана означает, что для него становится действительно интересным то, что делают обычные люди. Так что мы сплетничаем, говорим о детях и женах, о матерях, о девушках, о других вещах, о друзьях, уже ушедших или ныне живущих, правда, просто сплетни», – сказал он. 28 января, 13.48. Адвокат рассказал о проблеме, с которой столкнулась защита Ассанджа. На нынешнюю встречу, тем не менее, у Шиптона были достаточно серьезные планы. О, я думаю массу вещей, но, прежде всего, обсудить убежище где-нибудь в Европе и гуманитарные визы. Также я хотел бы поинтересоваться у Джулиана, заинтересован ли он в каком-либо судебном разбирательстве. Подобном делу семьи Хайсена Диаба, которая судится с французским и канадским правительствами на 90 миллионов долларов, рассказал он. По мнению Шиптона, США постоянно выдвигают новые обвинения, чтобы продолжить юридическое похищение Ассанджа, что, с его точки зрения, идет в русле американской политики последних лет. Отвечая на вопрос, каково ему, как отцу, проходить через подобные испытания, Шиптон признался, что в борьбе за сына он становится только сильней. 22 января, 2054. Защита Ассанджа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ. О! Ну, это подталкивает. Чем громче оскорбления в адрес Джулиана и членов моей семьи, тем сильнее и решительнее я становлюсь. Так что, я больше не обращаю внимания на обстоятельства, и думаю, что другие отцы и матери, конечно, поймут это чувство, когда ты не учитываешь возможные последствия для себя. Чего бы это ни стоило, ты это делаешь. Не слишком драматизируя, ты просто не обращаешь внимания, отметил он. На вопрос, чтобы он хотел рассказать миру о своем сыне, Джон Шиптон ответил просто, только о его мужестве и добросовестности принести в дар обычным людям по всему миру доступ к информации о деятельности своих правительств. К точным фактам, чтобы они могли оценить их и обсудить между собой, и прийти к пониманию, стоит ли доверять своим правительствам или нет. Дело Асанжа. Асанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. 12 декабря 2019 года. 13.57 в МИД назвали происходящие с Асанжем политической расправой.